Чтобы увидеть перспективы Хасла в противостоянии Сиракьюз, нужно постараться. Но ведь то же самое мы говорили и перед игрой с Торонто. Мэнфис удивлял по ходу сезона, удивил в первом раунде. Как насчет еще одного чуда в плей-офф? Правда, на другой стороне стоят суровые мужики в майках цвета хаки, под предводительством главного генерала АБЛ, готовые раздавить мечты Хасла своим армейским сапогом. Термин, придуманный Пашей Гулай, характеризующий емко команду Андрея Калитаева как маленькую армию, мне кажется, нужно закрепить применительно к любой команде Кикс Альфа как торговую марку. Порядок, порядок и еще раз порядок. И никакой самодеятельности. Торжество коллектива над единоличностью. Возможно, уже избито звучит про единый командный организм, но то, как команда играет в нападение, точнее, чем этим оборотом, описать сложно. Такого можно добиться только долгими и упорными тренировками, с одной стороны, единым командным духом, с другой. Не случайно у Сиракьюз лучшая в лиге соотношение результативных передач на набранные очки. Внешне кажется, что коллектив Евгения Немежиского движется в том же направлении. Решающую роль в команде со стороны очень трудно определить. Да, по статистике выделяется главный снайпер Мэфиса Никита Недоцуков, но он является не более чем нитиком в едином механизме команды. Для каждого нашлась своя роль. Гогонин раздает, Важаев зажигает, Недоцуков наливает, Баранов отвечает за шоу-тайм, А Горяйнов и Громов за хасл. Из этого разношерстного состава Евгений слепил за короткий срок симпатичную команду, за которую очень приятно наблюдать, вне зависимости от их результатов. Во втором раунде хасл ждет настоящая проверка на прочность. От Сиракьюз мы снова ждем образцово-показательный баскет на обеих половинах, а от Мэфиса игру головой и сердцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова